Я читаю Третью книгу царств, девятнадцатую главу. Что сделано с душою каждого из них. Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там. А сам отошел в пустыню на день пути, и пришедший сел под можжевеловым кустом и просил себе смерти, и сказал, — Довольно уже, Господи! Возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих. И лег, и заснул под можжевелым кустом. И вот ангел коснулся его и сказал ему, — Встань, ешь! И взглянул Илья, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился, и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал, — Встань, ешь, ибо дальняя дорога пред тобою. И встал он, поел и напился. И, подкрепившись той пищей, шел сорок дней и сорок ночей до горы Божьей Харива. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь, — Что ты здесь, Илья? Он сказал, — Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее. И сказал, — Выйди и стань на горе перед лицом Господнем. И вот Господь пройдет, и большой, и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом. Но не в ветре, Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении, Господь. После землетрясения — огонь, но не в огне, Господь. После огня — веяние тихого ветра. Услышав это, Илья закрыл лицо свое милотью своею и вышел и стал у входа в пещеру. И был к нему голос и сказал ему, — Что ты здесь, Илья? Он сказал, — Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилева оставили завет твой, разрушили жертвенники твои и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее. И сказал ему Господь, — Пойди обратно своей дорогой через пустыню в Дамаск. И когда придешь, то помажь Азаила в царя над Сирею. А Иеуя, сына Ненамессиина, помажь в царя над Израилем. Елисея же, сына Сафатова из Авел-Мехолы, помажь в пророка вместо себя. «Кто убежит от меча Азаилова, того умертвит Иеуй, а кто спасется от меча Иеуева, того умертвит Елисей. Впрочем, я оставил между израильтянами семь тысяч мужей, всех сих колено не преклонялись перед валом, и всех сих уста не целовали его. И пошел он оттуда, и нашел Елисея, сына Сафатова, когда он пахал. Двенадцать пар валов было у него, и сам он был при двенадцатой. Илья, проходя мимо него, бросил на него милость свою. И оставил Елисей валов, и побежал за Ильею, и сказал, «Позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобою». Он сказал ему, «Пойди и приходи назад, ибо что сделал я тебе?» Он отошел от него, взял пару валов и заколол их, и зажегший плуг валов, и сжарил мясо их, и раздал людям, и они ели. А сам встал и пошел за Ильею, и стал служить ему. Субтитры создавал DimaTorzok